Фару занимается битбоксом с 12 лет, но с музыкой знаком давно. В детстве он слышал, как папа, который родом с Памирой, исполняет народную музыку. Битбоксом парень увлекся за компанию 7 лет назад. Битбокс — это своего рода музыкальный инструмент, но отдельный. Это не что-то, не имитация, как говорят многие. Например, обычный кик он называется. Он делается как? Ты просто берешь и воздух толкаешь через губы, получается. Делает такой замок из губ, говоря букву «Б» при этом. Например, хэт. Вот этот. Это, скажу грубо, имитация хэта из барабанной стойки, получается. Или, например, пуфснэйр, тоже из барабанной стойки. Или есть вот еще саксофон, тоже классный звук. Ну, любимый он такой забавный немного. Это вот капелька. Капелька вот такая. Вот. Забавный такой звук. Ну, еще скретчи есть. Вот. Этих имитаций около двух десятков. Но научиться издавать такие звуки — это еще только полдела, рассказывает Фарух. Не менее важно уметь складывать из них музыкальные композиции. Когда собираешь, это уже бит называется. И там, вот, например, давайте вам покажу. Вот это бит получается. Вот такой звук. Ну, их очень много. Суть искусства вот этого вообще битбокса — это в артистизме. Вот это там. То есть я вот это не умею, да, но я вижу, как они вот прям получают удовольствие. Сейчас молодой человек учится в колледже на программиста и работает по специальности. Занятие битбоксом не оставляет. Фарух уверен. Научиться битбоксингу может любой. Главное — желание и практика.